При помощи свойств континуанта докажем теорему Ферма-Эйлера о том, что простое число вида 4n плюс 1 предстоимы в виде суммы двух квадратов. Сейчас на доске на левой для 13, для правой для 29 выписаны цепные дроби вида b разделения на k, где k от единицы до 2n. То есть для 13, 13 первых это просто 13, 13, 6, 2, 13, 3, 13, 4, 3, 4, 13, 5, 2, 1, 1, 2 и 13, 6, 2, 2, 6. Смотрите, 6, 2, 2, 6, 4, 3, 3, 4. При этом, если вот читаете слева направо, справа налево, то, конечно, такая запись читается одинаково. И здесь тоже плентного. 13 это 2 в квадрате плюс 3 в квадрате. Двойка здесь вот видна. Тройка, ну, где-то есть. Потом узнаете. Смотрим 29. Здесь 14 примеров. Вот они еле-еле уместились на доске. и стрелочки. Смотрите. 2, 1, 9. Здесь 9, 1, 2. 14, 2. Где тут у нас? 2, 14. В общем, господа, все то же самое. Опять есть один календром. 2, 2, 2, 2, 2. А 29 это 5 в квадрате плюс 2 в квадрате. Опять двойка есть. 5. Откуда-то надо будет закономить брать. В общем, мы видим, что, скорее всего, для любого интересующего нас простого числа есть один календром нетривиальный, то есть P, и другой нетривиальный. И вот как-то из этого нетривиального, а все другие разложения почему-то разбиваются на пары. Вот. Это совсем нетрудно. Совсем нетрудно понять, почему же они разбиваются на пары. Смотрите. Если есть какая-то тропь P разделить на K, записанное в виде B0, точка, запятой, B1, так далее, B1, то, как мы уже знаем, числитель, они же за ними простые хрека, числитель это континуанта B0, B1, запятая, и так далее, B1, а знаменатель это B1, B2, и так далее, и B1. Читаем в обратном порядке. Получается цепная тропь. B1, точка, запятой, B1, и так далее, B1, и B0. Числитель равен числу P, потому что континуанта симметрично, читая слева направо, справа налево, получается одно и то же. Помните, там вычеркивались пары, а естественно, что на направление чтения это никак не влияет. Знаменатель Bm-1, и так далее, B1, B0. Вот если мы сейчас поймем, почему этот самый наш знаменатель не больше, чем 2n, то фактически все будет сделано. Про образование полинтрома. Ведь, смотрите, если здесь знаменатель получился не больше, чем 2n, то мы сумели в дроби P разделить на k поставить в соответствии новую дробь P разделить на что-то. И это же составление является инволюцией. Потому что, когда мы опять в обратном порядке прочитаем, то, естественно, мы вернемся к тем же числам, с которых начали. И откуда получается полинтром? Понятно, откуда. Всего у нас 2n дробей, одна очевидно переходит в себя, это число P. Значит, остается 2n-1, то есть нечетное число. И если их разбиваем на пары, то это невозможно. Значит, какая-то из дробей обязательно перейдет при этом отображении в себя. Вот что с ней потом делать, будем обсуждать. Но давайте сначала все-таки докажем, что знаменатель меньше, чем P попал. Это очень легко. Если мы пишем вот это число P, то, как известно, это есть B0 умножить на вот такую штуку, на B0, B1 и так далее, B, B, минус 1. А это, между прочим, в точности вот этот знаменатель. Давайте его как бы обозначим, например, B, C. Так вот, когда это будет C. Плюс B0, B1 и так далее, B, M, минус 2. Ну, так смотрите. Понятно же, что это число не отрицательное. На самом деле, это даже не меньше единицы. А здесь у нас B, M, на умножить на C. А B, N, не меньше двойки. Ну, если вот это число C было бы больше, чем В попалам, то тогда уже первое слагаемое было бы больше, чем В. Отлично. Значит, действительно, есть полинтерон. То есть, обязательно среди дробей вида P разделить на K встретится какая-то, которая одинаково читается слева направо и справа налево. Есть два случая. Четное число, кстати, давайте посмотрим, для 29 было 4 двойки. Для 29. Так вот, когда четное число бывает, или нечетное число, давайте оба эти варианта разберем. Нечетный случай. Смотрите, BK в серединке, до него B0, тогда и BK-1, и BK-1, тогда и B0. Четный случай. B0, B1, тогда BK, и потом BK, и так далее, и B0. Так вот, оказывается, этот случай вообще невозможен. А в этом случае, смотрите, что такое двойка. Это континуанта вот такая. А что такое тройка? Это континуанта 2,1. Ну, в самом деле, произведение 2,1, плюс 1. Смотрим сюда. Что такое двойка? Это опять 2. Что такое пятерка? Это континуанта 2,2. Произведение плюс 1, как положено. То есть, в четном случае, оказывается, что наше простое число B, это есть сумма квадратов таких вот континуантов. Надо в одном случае написать B0, и так далее, BK-1, а в другом случае B0, и так далее, подлоть до BK. И сумма квадратов как раз и будет B. Давайте это докажем. Для этого потребуется не очень сложное свойство континуанта. Представьте себе, здесь есть абсолютно любая континуанта. C0, C1, и так далее, CKD, CK-1, и так далее, C1. И мы пытаемся разрезать ее между CK-1 и CK-1. Вот интересный вопрос. Если посмотреть на произведение континуанта C0 и так далее, CKD, и континуанта CK-1 и так далее, Cn. Ну, в одном случае многочленов, в одном случае многочленов, вопреждение многочленов многочленов, войдут ли соответствующие слагаемые в интересующую нас континуанту C0 и так далее, C0 и так далее, CKD. Умножить на CK-1 и так далее, Cn. Разумеется, ну, как положено на континуанту образованность, надо взять, выписать все C0 и так далее, CKD, поставить между ними знак умножения, и, может быть, некоторые соседние пары вычеркнуть. Если все вычеркнуть, то единица. Ну, пусть помните. Ну, и здесь то же самое. Так что это такое будет? Будет часть вот этой большой континуанты, соответствующая ситуации, когда пару CKD и CK-1 не вычеркивали. Заметьте при этом, в принципе, само CKD могли вычеркнуть, вот, CKD и предыдущие. И CK-1 могли вычеркнуть. Но, вот, именно эту пару не вычеркнуть. Замечательно. А еще есть ситуация, когда вычеркнули пару CKD и CK-1. И у нас в таком случае остается, понятно, что C0, C1 и так далее, CK-1 умножить на CK-2 и так далее, C1. Вот такая континуанта является суммой таких вот двух произведений. Какое это имеет отношение к нашей ситуации? Ну, самое, самое, что на есть прямое. Смотрите, смотрите, если мы знаем... Давайте сначала посмотрим нечетный случай. Если мы знаем, что у нас число P, это вот такая вот континуанта. P0, P1 и так далее, PK-1, 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 PK-1 и так далее, P1, P0. То, пытаясь разрезать между PK-1 и PK-1 в этом месте, мы обнаруживаем следующее. Что если пару PK-1 и PK-1 не выбрасывать, то будет так. P0, P1 и так далее, PK-1 умножить на PK-1 и так далее, P1, P1. А если ее выбрасывать, то будет вот что, P0 и так далее, PK-2 умножить на PK-1 и так далее, P1, P0. Смотрите, здесь от P-1 до 0, здесь то же самое от P-1 до 0, это же одно и то же число. Катинуанта симметрична. И значит, здесь есть просто множитель, а число P простое. Так не бывает, чтобы простое число имело бы делитель. Правда, вы мне можете возразить, сказать, а вдруг P0 это единица? А вообще вот здесь вот только один член, и он район единицы. Может ли такое быть? Ответа, конечно, нет. Потому что ведь это же была симметричная штука, помните? У нас вот такая была цепная дробь, начиналась на P0, а не может у нас, и качалась на P0, не может заканчиваться цепная дробь на единицу. По правилам образования цепной дроби, последний член не равен единице, потому что если бы там была единица, мы бы ее могли присоединить к предыдущему числу, и тоже получил это целое число. Значит, P0 не имеет права равняться единице, ну и все. Значит, это равенство противоречит тому, что число P простое. Отлично. Значит, остался четный случай. Ну, господа, он совершенно очевидный. Потому что, когда мы режем между BK и BK, и не вычеркивая пару BK, BK, то у нас получается по этой формуле как раз произведение. Давайте я уж аккуратно выпишу, просто что-то ради того, чтобы формула была написана. Но, наверное, все это уже и так понимают. Если есть вот эта вот четная ситуация, вот это здесь написано, да? Если есть четная ситуация, это B0, B1 и так далее, BKT, BKT и так далее, B1 и B0, то при попытке разрезать возникает в точности то, что здесь написано. То есть, если мы эту пару не убираем, то возникает B0, фактически я тут переписываю то, что там написано, BKT умножить на BKT и так далее, B0, да? Или, все-таки эту пару убираем целиком, BKT и BKT. Значит, остается B0 и так далее, BK минус первое, умножить на то же самое здесь, BK минус первое и так далее, B0. Ну, отлично. Симметричная у нас континуанта, поэтому это действительно квадрат плюс квадрат. Теорема Ферма-Эйлера доказана.